160 тысяч человек побывали в Сочи на новогодних каникулах. В основном это гости Красной Поляны. Горнолыжники не поехали осваивать заграничные трассы, выбрали зимний отечественный курорт. Только на горнолыжном курорте «Роза Хутор» летом было зафиксировано 9 тысяч подъемов в сутки. Зимой, особенно в период новогодних каникул, желающих подняться в горы будет еще больше. И вот сейчас самое время решить нерешенные проблемы. Это касается вопросов транспорта, парковок, а также качественного обслуживания в гостиницах. Заместитель главы города Олег Есюк провел сегодня совещание с руководителями подведомственных управлений, директорами горнолыжных курортов, службами экстренного реагирования и контролирующими органами. Речь шла от тщательной подготовки к зимнему горнолыжному сезону. В прошлом году недостаточно было парковочных мест. Наши курорты предусмотрели дополнительные парковочные места. Мы сейчас готовим схему транспортную, которая будет включать в себя и РЖД «Ласточки», и отсекающие парковки, и автобусы. Все в едином комплексе мы должны все это рассмотреть. Говорили не только об активных 10 новогодних днях, а в целом о всем зимнем сезоне горнолыжников. Весь период, например, проблем со скипасами быть не должно. В Эмерикинке мы тоже заключаем договора с несколькими отелями крупными. Мы более того, мы ставим там свои кассы. Мы заключаем с ними договора, и они будут продавать скипасы у себя на месте и организовать трансфер своими силами. Самое главное – слаженность всех служб. Это и безопасность во время отдыха, и безупречное транспортное обслуживание, качественное общественное питание, бесперебойная работа поставщиков коммунальных услуг. Да и просто наличие открытых магазинов, парикмахерских и кафе. Сегодня по поручению главы курорта была поставлена конкретная задача подготовить город к массовому приезду горнолыжников на высоком уровне. Контроль за исполнением поручения будет вестись постоянно. Гелена Овсецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.